Принято считать, что вязать по вечерам дело не мужское. Одессит выбрал себе хобби куда брутальнее. Своими руками делает боеприпасы. Да еще и продает, причем по почте. В любом случае, ближайшие пару лет посылки он будет не отправлять, а получать. Слухи о влиянии масонов в мире давно уже стали легендами. Но Одесса всегда выделялась из толпы. Здесь масонский дом буквально разбирают по камням. Или сами масоны решили его в прямом смысле слова перенести на новое место. 9 мая, по всей видимости, в Одессу приезжают праздновать даже из Англии. На одном из транспарантов с родственниками красовался британский фельдмаршал Бернард Монтгомери. Наследники ищут родственников в Одессе. Жители Одесской области в очень короткий промежуток времени предлагали купить живых львят на одной из торговых онлайн-площадок. Либо их забрали как горячие пирожки, либо торгаши вспомнили, что это нелегально и удалили сообщения. Но судьбой юных царей-зверей заинтересовались активисты. Посмотрим, что из этого выйдет. Девушка-меломан, воспользовавшись отмычкой, украла магнитолу из автомобиля. С детства увлекалась музыкой, а увлечение отмычкой перешло позже. Только сейчас оба увлечения объединились, к сожалению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова